Рядом с Национальной библиотекой кипит жизнь. Полно машин, трамваев и автобусов, а вот пешеходов нет совсем. Набережная уже год закрыта на ремонт и, увы, еще год не откроется. Ближе к Старой Риге, посреди стройки, как оазис в пустыне, уже стоит детская площадка с мягким покрытием. Но еще один важный объект – это мост для пешеходов и велосипедистов, чтобы те, у кого нет машины, могли бы с легкостью преодолеть каменный мост. А напротив Национальной библиотеки уже почти готовы ступеньки, которые ведут к воде. Рижане считают, что набережная может стать хорошим местом для прогулок. В целом, я бы сказал, что здесь, конечно, проживает не так много людей, но гулять они здесь любят. Я понимаю, что здесь планируется спортивная площадка и другие благоустроенные места. Поэтому думаю, что активности обязательно будет больше. Не видно, что именно там будет, но поскольку это такой центр города, думаю, что туристам будет интересно погулять, особенно вдоль здания нашей библиотеки. Часть набережной рядом с каменным мостом могли открыть уже в этом году, но не сложилось. Проблемы были с изменениями проектов. Часть работ поменялись, в том числе мост под мостом. Сейчас меняется его расположение. Из-за этого мы не можем большую зону, которая требуется к подъезду, делать. И также были изменения по коммуникациям. Но там идет процесс соревнования, из-за этого мы не можем закончить ту часть. Хотя была надежда, что мы в этом году закончим эту часть, что уже можно будет открыть для публики. Но в следующем году. Мы сейчас, в принципе, идем по изначальному графику. У нас есть некоторые технические изменения, которые введены из-за связанных проектов. Например, размещение нового моста Рейл Балтика. А сейчас весь город ждет новостей о будущем этого моста. Быть или не быть, тогда и станет понятно. Будут ждать новый мост или все же видоизменят проект и доделают его по-другому. Не обошлось и без трудностей. В ходе работ в воде были найдены старый пролет моста и часть набережной, которая упала туда после бомбежек во время Второй мировой. Но больше всего неприятностей добавили найденные деревянные сваи. Вот эта часть конкретно, это новый променад. То есть он делался как? Делался новый шпунт, 550 метров длиной, новая стенка. И эта новая стенка оказалась не правее, не львея, ровно в зоне, где стояла старая стенка. Но мы не можем точно сказать, какого это века. Но это деревянные дубовые сваи были. И они находились вот прямо под дном. То есть мы их тут и вытаскивали, и разбивали. Такая происходила очень неприятная работа по этому. Да, из-за этого пришлось достаточно сильно увеличить количество ресурсов, техники. Там две смены работали. Еще из готового часть за каменным мостом, ближе к Старой Риге. Тут уже стоят скамейки, посажены новые деревья и растения. Всего же общая длина новой набережной 2 километра 300 метров. И она пересекает сразу два моста. Рядом с железнодорожным мостом уже частично готово покрытие. Но, что интереснее, здесь уже есть общественный туалет. И такой основательный. Его смогут использовать и мамочки с детьми, и люди с инвалидностью. То есть все сделано по правилам. Еще одно новшество у этого туалета будет система самоочищения. Продемонстрировать, к сожалению, мы это вам пока не сможем, так как все еще в процессе установки. Ну а нам всем осталось лишь дождаться, когда вся набережная будет открыта. Кстати, обойдется это все городу минимум в 20 миллионов евро. Без всяких еврофондов. Заплатят за это рижане. Евгения Копылова, Александр Страмы, Харалдс, Ветсва, Гарсела, СМ+, Латвийское телевидение.